Здравствуйте! Страстия в искусстве, правда же, да? Театр, конечно. Театр. Ну, а я же все-таки пока еще телевидение, так сказать, вместе. Театральное телевидение. Театральное телевидение. Я наблюдаю за тобой в интернете. Ты часто бываешь в кадре, будем так говорить, если это можно сказать про интернет так. И я вижу, что ты очень и очень много работаешь. Вот за последний месяц, полтора, наверное, давай будем рассказывать, что тебе удалось сделать. Ну, в последний раз мы с вами видели, как раз было накануне премьеры Сонечки Бейм. А помимо театра у меня еще есть маленькие театралы. Вот они, да. Давайте их представим, если можно. Ну, Ангелина Романович и Ангелина Смелова. Это участницы образцового театра «Слово Друна Кнеба». Это уже неоднократные победители всеукраинских областных конкурсов чтецов. Это участницы спектаклей, которые у нас тоже взяли гран-при на областном фестивале. Капризуля второе место на всеукраинском этот спектакль взял. Сейчас мы готовим его на Киев. Ну, помимо этого, они еще очень хорошие такие у меня чтецы. Вот свидетельство тому. А ну, давайте вот покажем их наград. Расскажите, что, вот смотрите, сколько всяких наград. Это часть. Вообще, это понятно. И, Виктор, ты не любишь приходить сюда на передачи со своими призами и так далее. Но все-таки это имеет большое значение. Я знаю, что твой коллектив вообще любой фестиваль, любой показ, он не обходится без того, чтобы было или гран-при, или первое место, или на всякий случай там уже второе место. Ну, нет, второе место, не было, было в общих зачетах каких-то. Ну, вот, допустим, сейчас мы приехали с Майбутни Херсонщины, мы привезли пять первых, да, и три вторых. Ну, потому что, ну, нельзя на всех дать только первые места как-то, ну, даже не этично, наверное. Вот так. А, был Николай и проходил фестиваль серебряного века силуэт, Саша Егорова проводит, приезжала Нина Ильина, приезжала Влада Литовченко, Василий Васильевич Неволов, и вот девочки тоже победители этого фестиваля, чтецы, они читали. А, как бы, ну, Киев высоко оценивает их как чтецов, и, ну, ни для кого не секрет, что чтецы сегодня такой сложный жанр, это не вокал, где можно заменить плюсом, да, и пошевелить губами. Тут ты или работаешь, или ты не работаешь, или ты можешь, или ты не можешь. Но, слава богу, они могут, как бы, в Херсоне тоже, это вот они приехали, показывают первые места, они взяли. Ну, начинали они все с шести лет, сейчас уже чуть поменьше. Аж по семь, ну, нет, уже по девять-десять. По девять, да? Я уже маленькими ветеранами называю. Ангелина, где твои награды, здесь есть или нет? Есть. Покажи, пожалуйста, подойди себе, покажи, вот свои награды, покажи. Вот есть, вот грамота. Так. Диплом. Да, приподнимай, пусть операторы все это покажут же, ну, смотри, ну, это ж так здорово, видишь? Статуэтки тоже есть в твоей награде? Да. А ну, покажи, какая статуэтка. Вот это, это за что ж тебе такое дали? За чтение в конкурсе чтецов. А что ты читала? Я читала стих... Мус-Аджалиль? Да. Кого? Мус-Аджалиль воровства. Да ты что? Ой, челочки она читала. Челочки. Вот это или это, смотри, лучше туда, да? Успокойся, настройся и прочитай это стихотворение. Ну, давай, челочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Челочки тоже снять не дядя. Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу глядя трехлетней девочке в глаза. Да, челочки тоже их смятением эсэсовец объят. Рука сама с собой волнением вдруг опускает автомат. И снова вскован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей Вентины, в смятении смутном произнес. И взя на него над рожью, нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, стать не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь вот так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей, ты человек не просто немец, ты страшный звер среди людей. Шагал, рассосывается прямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном сожглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудется навеки. Челочки дядя тоже снять. – Спасибо. Это очень трогательно. Я хотел спросить тебя, знаешь, о чем? Когда ты читаешь и когда ты учила это стихотворение вместе с режиссером, о чем ты думала? Ты ведь представления не имеешь, что такое концлагерь. Ты имеешь представление, что такое вот это, вот это страшное, что было. А ты так прочитала, как будто бы ты там была, как будто бы ты видела этого немца, как будто бы ты видела этого фашиста, который издевается над маленьким ребенком. О чем ты думала в это время, когда учила стихотворение? – Я думала в это время, то, что как вот можно убивать девочку, который, даже не подумав, ее начинает сразу убивать? – Ну, здесь самое страшное ведь у автора, у Суджалиля, то, что девочка заставляет поставить этого фашиста на положение его ребенка, его дочери. Смог бы ли он это сделать? Почему можно ему, по какому праву ему можно это делать? Правда? – Ну, у нас для вас, Крестинская, это вообще, наверное, близкая тема, потому что все-таки у нас есть место в еврейские балки, где расстреляно 7 тысяч людей, мы там часто бываем, выезжаем, то есть, как бы, эта тема нам известна, и музыка, кстати, в этом сегодня нет, а вообще у нее звучит музыка из списка Шиндлера, это тоже знаменитый фильм. – Да, знаменитый фильм, это же тема, вот как раз уничтожение евреев, и у Суджалиля вообще эта тема сильно развита, вот именно убийство невинных, то есть мирного населения, вот и варварство его произведения, это же тоже на эту же тему. И я считаю, что, вот, наверное, я часто говорю, что есть поэты, читаемые на кухне, да, Суджалиля Васильевна говорит, это я говорю в спальне, а есть поэты, читаемые со сцены, вот Джалиль – это поэт для сцены, его произведения как раз те, которые могут затронуть сердце. «Прости меня, твоего рядового, самую малую часть твою, прости за то, что я не умер смертью героя в жарком бою». Это от имени человека, который попал в плен и оказался в концлагере. Вот так он по этому поводу рассуждает. Но давай еще, Виктор, рассказывайте, что вы еще за это время успели делать, как вы жили. Ведь два театра уже. Театр детский. Театр взрослый. И театр взрослый. Вот еще, еще одна у нас же есть, тоже Ангелина. Вот давайте еще немножко поговорим, вот на эту хему, а потом и послушаем другую. Театр взрослый в этом году выпустил сказку. Так. Да, вот есть знаменитая фраза, что для детей нужно играть хорошо, но только в два раза лучше, чем для взрослых. И я вот им как бы своим втыковцам сказал, а для вас теперь, друзья, мой экзамен. Вот вы сыграли рай на земле, вы сыграли кухню, а теперь мы идем к самому опасному зрителю, к детям. Мы делаем новогоднюю сказочку, как ежик Новый год встречает. И вот те вот Сонечки, Цилечки, вот они все превратились в зайчиков, в бабушек, в ягутов, в ежиков. И вы знаете, получилась очень хорошая сказка, причем мы перевели ее сами на украинский язык. И она прошла с большим успехом у нас. Мы показывали и в Широколандовской школе-интернате, и в городе Николаеве, и в Себявитовском районе. Ну, вот такая позитивная музыкальная сказка. Написал музыку Славик Перумов, это БХТ, я считаю, что на сегодня... Ну, для меня это, наверное, прекрасный композитор, театральный композитор. Он чувствует музыку для спектакля, она получилась такая живая, энергичная, дети кричат, дети поддерживают там, потом долго цитируют по несколько недель, там Бабу Ягу, когда там дрын-дэн-дэн на метле заводится. Ну, в общем, это были стаж. Вот получается, в тык с февраля по декабрь выпустил три спектакля. Два серьезных, да, и детскую сказку. Вот уже получается три взрослых спектакля. Да, три спектакля взрослого коллектива, потому что это третий спектакль детский все-таки. Детский, да. Ну да, взрослого коллектива. Да, три спектакля взрослого коллектива. Сегодня вот буквально мы приступаем с малышами к новым сказкам, к двум пока не будем говорить, и с автыком мы приступили тоже к новой пьесе. Надеемся ее к дню освобождения Николаева выпустить, потому что тематика военная, а женская военная тематика. Ну, пока держим в секрете, что у нас будет. Также традиционно, как всегда мы проводим «От калятки до щедривки». Да. Несколько лет. Еще начали мы традицию в 2013 году. В 2014-2015 события Майдана мы немножко как бы отходили. Но вот 2016-2017-2018 год, и в этом году мы провели, традиционно мы начинаем у себя в церкви. Два коллектива уже вы здесь работаете. Да, с Певочей Превеслечкой, это Наталья Васильевна Чепенко, руководитель, и театр «Слово Дарунаклема». Потому что я вот и в интервью говорю, что щедровать надо хорошо, так, чтобы тебе хотели дать на колядках, чтобы руку позолотили. И вот получается, и актерская, и вокальная способность. Наталья Васильевна прекрасно разбила на три голоса колядки. Мы взяли редкие колядки, мало было известных. Ну, там «Небо и земля» как бы общеизвестная колядка, а были колядки вообще малоизвестные. И мы как бы всегда стараемся Николаеву подарить что-то новое, чтобы они узнавали новое. Возможно, потом сами не слепели. И в русском театре мы работали перед началом спектакля «Коляда в городе Энн». Седьмого, тринадцатого, четырнадцатого. Но мы были в городе, просто во дворе нас приглашал Дмитрий Талпа. Мы работали в воинской части. На самое первое выступление у нас была воинская часть в поселке Горького. Потом церковь. Традиционно с тринадцатого на четырнадцатого мы идем по домам в Воскресенске. И четырнадцатого традиционно был святочный троллейбус, который ходил вторым маршрутом тоже традиционно. Вот святочный троллейбус. Мне вот интересно узнать, ваше впечатление, это же тоже зритель. Да, конечно. Но не столько много, как, допустим, в зрительном зале, правда же? Ну, да. Но это зритель, и этот зритель может быть такой, как и в зале, потому что троллейбус останавливается, люди виняются, другие-другие заходят. Как люди воспринимают? Ну, нежданчик изначально. Изначально открываются двери, тут дойче-е-че-не-ма-а. Вот это вот сразу. И почему задняя дверь не открывается? Вот первое мы всем показываем, проходите дальше. И потом караваем тут вдруг почему-то угощают. Да, угощают. Очень много было контролеров, потому что рыбный троллейбус такой получился для контролеров, они там в несколько заходов. Может быть им было интересной самокаляткой. Наверное, да. Ну, вот наблюдаем несколько раз, люди выходят, допустим, на площади Победы, приходят на ту сторону, потому что троллейбус возвращается обратно, чтобы еще раз проехаться с нами. Подпевают многие. Как-то первые годы вообще-то было. Сейчас вот уже ждут, даже спрашивают, мы делали уже аншлаг. Спасибо. Я вот хочу сказать конкретно Виктория Викторовна, не Москаленко, потому что даже мы где-то, мы думали о троллейбусе, она напомнила, вы же помните, вы же троллейбус будете делать, да? Она сама напомнила. Мало того, она приехала под троллейбус, потому что время поджимало, нужны были караваи, она на такси приехала, привезла караваи, вот ваши ребята-журналисты снимали, прилетела, она сейчас в интересном положении, такой, знаете, колобок прибежал, принес нам караваи, села с нами, поддержала, благословила нас на это дело. Ну, знаете, очень хорошо проходит. Я пока не слышал негатива от троллейбуса, что кому-то что-то не понравилось. Ну, а чего это может быть негатив? Мужчина, вот в интервью я смотрел уже, кстати, на вашем канале, он говорил, что он просто плакал, для него это трогательно. Очень много людей на эти колядки, знаете, когда мы идем по домам, я заметил одну вещь, семьи, где люди, переселенцы западной Украины, вот этот вот период, когда переселяли, отделили, просто плачут. При всем, при том, что колядка веселая, там, в захлеб плачут, и когда мы начинаем говорить, ну, это же наши корни, это же вот наше детство. Вот я хотел все-таки сказать, что это объединяет людей. Да. Очень крепко. Вместо политических или партийных лозунгов, вот это гораздо больше объединяет людей. Да, я тоже всегда говорил, что у нас нет национальной идеи. Да прекратите, у нас с валом национальных идей. Того же Тараса Шевченко, против которого никто, ни западной, ни восточной Украины, ничего не скажет. Да тех же колядок, купальских праздников, которые могут объединить Украину вообще в один большой, единый праздник. Ведь, ну, все дети ждут колядки. Знаете, как они их ждут? Потому что, ну, это же и конфеты, и подарки. Ну, да. А у нас на юге Украины это еще и вечеря крестная, на западной нет, у нас есть, это такой светлый праздник. Вот у меня в семье, допустим, мы Новый год так себе. Но Рождество, мы отменяем все, отказываемся от выступлений, шестого вечера вся семья собирается. Все, родители, дети, мы все за столом. Ну, у меня традиционно, как бы у меня западная Украина, жена, а я юг Украины. У нас вот сплелись традиции, очень интересно все. Ну, здесь, вот оно где-то уже, меньше уже религиозное, как оно. Народное. Оно уже народное. Народное. Это чисто, это уже не сравнишь ни с какой, ни с кем. Еще Санта-Клаус, бог с ним, там он и в Европе, и в Америке, где угодно. Но, понятие колядки. Санта-Клаус, это и бог с ним. Мы допустим его как бы, ну, и Санта-Клаус, и сильное дело. А вот колядки, вот, я говорю, это то, что вот дети ждут. Вот каждый год, мы начинаем уже в ноябре готовиться. Вот Наталья Васильевна уже разбивает партии в ноябре. Потому что, ну, сложно. Вот мы пели, я посчитал, а у нас программа 40 минут. Вот представьте, сколько нужно поговорить и попить, и каждый раз не повторится. То есть, новая колядка, новая колядка, но, а еще их нужно разбить на голоса, на три голоса, первый, второй, третий, и это же все еще где-то капель, но у нас нет музыкального сопровождения. Потому что, ну, не ходили раньше с баянами, когда идите с баяном, но народ не ходил с баянами, мы стараемся больше аутентичности придержаться. Вот так вот, да? Да. Корни, корни. Ну, давайте же послушаем нашу еще одну артистку. Да, Така широка довга нива, від краю в край, земля, земля, чи то ж було доля нещаслива, чи то ж було борознах поля, чи то пшеничка застюка, мистерня колюча, як їжак, схилилось небо над полями, гуляє вітер просто так, високі стебла низом, долом, жутіє льон і хилить стан. В сорочці з вишитим подолом іде бабуся через лан, толочить льон сорочка сіра, хустина біла з бережком, худенька постать, груба шкіра, спідниця з білим фартушком, пора ти льон у горстки рвати, пора стулити по землі, пора збирати і тіпати великі мишки і малі, а далі виткид з ниток долю, а далі витхить полотно і по широкому по полю рушить квіток, щоб розцвіло і щоб запахло на всю хату і з льоно довгі рушники, і щоб змогли всіх дивувати, рушить і білим сорочки. Іде бабуся по стежині, бо соні ж кола, не булить, на її сірій сорочині і кожній знайти і ліон шумити. Браво! Ну, а твої награды здесь є якісь? Покажи, пожалуй, покажи. Покажи, вот, вот, так. А статуєтка і статуєтка, вот побольше. Возьми її красиво, аккуратно, і час оператор крупно возьмёт, не ставлю. Вот, вот, крупненько ми покажем. Смотрите, девочки, це перша награда у вас за те, що ви приобщились к театру благодаря вашому режиссёру, руководителю. І родителям. І родителям. Вам всім респект більшой. Ви столкнулись впервые з понятием театра. А тепер я спрошу уже по-взрослому у Виктора Смирнова. Ви ж недавно вернулись, в небольшой групу ви їздили в Київ, і насмотрелись нових, взрослых, великолепных спектаклей. І знакомились, розговаривали, і фоткались. І селфіли, с большими людьми. Ви знакомы, с некоторыми познакомились. Рассказывайте об этом. Рассказывайте. Ну, я приоткрою немножко тайну. Я ще був делегірован Викторією Викторовною. В чому її сем'я. Сейчас, вот, 19 февраля, вони вже рекламирують, вони будуть проходить аукціон добрых справ таких. Да, і звізды передали свої віщи. Я должен був зіцься зіцься зіцьами, то є договориться, щоб вони передали віщи на аукціон, і средства, от которых падають для онкобольних дітей. І от Римма Зюбина, Олексій Вертинський, Наталья Сумська, Олександр Хастякоєв, Влада Леточенко, ми не відеся, але тож передаст, як би, свій лот. Кто там ще у мене. Ну, в общем, багато звезд отозвалося. Которі, знаєте, це дуже такі добрі, відкриті люди. Мені посчастливілося, Римма Зюбина, віще провести два дня, на два спектакля я її пошел. Между прочим, першим спектаклю я наиграла с мальчиком, нашим земляком, із баштанки, щас в молодому театру працюєвати. Саша, по-моему, я не запомнил його фамилию, на два чека спектакль. Я для себя вот понял одну вещь, я вообще с летом мне немножко поменялась жизнь, помните, Москва слезам не верить, после сорока лет жизнь только начинается. Ну, вот, наверное, так оно і є. І первый раз я був в Києві без дітей, без родителей, і вот я понял, що я ж нікуди не спешу, я все успеваю, і нікуди не спешу. Я даже шел со своей Юлію ученицей Шевченка, она щас студентка. А я говорю, Юнь, ты знаешь, наверное, я б смог жить в Києві. Теперь я понимаю, что смог бы, потому что я без дітей, я не волнуюсь, я свободен. Но суть не в этом. И вот такие поездки, они вот где-то, я не знаю, как в душ, да, вот после тяжелого рабочего дня ты сходишь в душ. Вот так же съездить в Києв, посмотреть хороший спектакль. И в этот раз мне повезло, я три дня просмотрел три прекрасных спектакля. В Молодом театре я посмотрел «Цевсевона». Это причем, мы загорелись в Тайгеевиче с Артемом Александровичем. Пьеса написана вот в период фестиваля в лаборатории, вот драматурги, режиссеры. Давайте напишем пьесу. А давайте. А на какую тему? А давайте соцсети. Ну, а давайте. Тема соцсетей. И пьеса о маме и сыне, которые после смерти отца не могут найти общий язык. И мама, для того, чтобы узнать, чем живет сын, знакомится с ним в соцсетях под именем девушки. Печальный финал, он узнает, что это его мать, он у нее влюбляется в эту девушку, в итоге он узнает, что это мать, выбрасывается из окна. Но суть, вот, понимаете, что вот все соцсети, это плохо, соцсети это плохо, это неплохо соцсети. Я вот сейчас об этом говорю. Все хорошо в меру. И соцсети это хорошо. Возможно, где-то не надо перебарщивать. И там через соцсети мальчик открывается по-другому. Он не такой озлобленный. Он пишет стихи. Он светлая личность. И мама открывается по-другому. Ну, прекрасный спектакль. А второй спектакль мы посмотрели современную интерпретацию уже «Четвертая сестра». Это как бы три сестры по-современному. И вот это «В Москву, Москву» после событий Майдана вот оно совсем по-другому. Уже не комедийно воспринимается. Кстати, Рима Зюбина там взяла пектораль за роль в этом спектакле. Бесподобный спектакль. Я вообще любитель минимализма на сцене декораций. Вот как можно меньше. И там работают металлические щиты. Вот эти 320, вот знаете, вот такие полоски железные. Вот они так открывают, они у них то кровать, то простынь, то гробик, то окна какие-то. На трех штанкетах поднимаются выше и ниже. Баклан играет, Зюбина играет. Ну, просто обалденный спектакль. И третий спектакль, спорный. Мы спорили, очень «Скупой» или «Школа Брехни» мы в Театре Франка смотрели. По Мольеру. Почему мы поспорили? Много было вставок. Знаете, Мольер прозвучал по-современному. Была тематика Януковича. «Made in Rostov», «Made in Rostov», там «Золотой батон» прозвучало где-то. Мы много спорили, но мне спектакль понравился. Я скажу, почему. Все, члены или привязаны. Немножко вставлено. Мольер же не писал про… Еще не знал тогда о нашем бывшем руководителе. А там, что было интересно в Мольере, они его очень осовременили. Балет очень интересный, костюм и решение, сценография интересное решение. Но что еще? Я всегда стараюсь при спектакле отключаться. Я не хочу его смотреть как режиссер, как актер оценивать. Я смотрю, вот я окунаюсь в зрительный зал и вместе с ними стараюсь дышать тем-то этим спектаклем. Но я вам скажу, что этот спектакль для среднестатистического зрителя идет на ура. И он будет идти еще очень долго. Он им близок. Мольер, который сегодня мне понятен, это будет звучать всегда. И он звучит, и я слышу по аплодисментам в зале, по овации на поклоне, по крикам «Браво» на поклоне, когда уже заканчивается спектакль. Ну вот очень, господом, замечательный спектакль. Но наше Николаевское театральное дело идет в русле со столицей или нет? Вот ты почувствовал, как это? Я был не один, я был с Артемом Александровичем, директором нашего театра. Мы смотрели, я видел его «Горящие глаза», и я понимаю, что вот сегодня вот передо мной был, да, Йонас, и он будет ставить, ставит уже пьесу «Эмигранты». Это вот то направление, которое тоже будет вот где-то, наверное, параллельно идти к Киевским театрам. Ну и хорошо, и не забудем сказать, у нас минута осталась, ровно за минуту, ведь ты сейчас режиссер русского театра. Я не режиссер, я руководитель студии, но иногда я делаю самостоятельную работу, надеюсь, что скоро тоже будет самостоятельная работа. Вот и закончим на этом наш разговор. Пожелаем больших творческих успехов и вам, дорогие девочки, и вашему руководителю. Будьте счастливы в искусстве, пусть у вас все хорошо получается, тогда и в жизни все хорошо получится. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо, что смотрели и слушали. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»